Я вам забыла сказать с самого начала, чтобы вам передавала привет моя подруга, ну, она была у вас на первой перезагрузке. Молия зовут Дарина, она сказала, говорит, скажи, Дарина из Зеленограда, они должны понять. Дариша? Ну, не знаю, Дарина, Дарина, да. Это моя одноклассница, да, мы с ней много-много лет общались. Помню, помню, помню. Да, слушай меня, да-да-да. Вот, и мы с ней год назад, когда она приехала, говорит, пойдем, матись, расскажу. Я говорю, ну, пойдем. Ну, в общем, рассказала, говорит, знаешь, если ты хочешь отдохнуть, я говорю, ну, как бы это не твое. Там это очень сложно, это тяжело, это большая работа над собой. Отдохнуть не получится. Я тогда себя пунктик такой поставила, думаю, когда-нибудь надо попробовать, но у меня такой круговорот, ну, событий в жизни, что хочется реально отдохнуть в пузу вверх. Вот так вот. И вот год прошел, и пришло это время, когда круговорот не закончился, но я поняла, что мне нужна какая-то вот стресска. Да. Вот чем больше нагрузки даже, чем больше новой, я была свободна вот внутри, мне нужно больше-больше, да, я тебя готова впитывать. И, в общем-то, я попала к вам. Но первые дни мне было как-то вот, мы приехали самые первые, первые два дня, наверное, я ходила, думала, я очень боялась, что я не смогу открыться. Я, что я мыслим была в Москве, я мыслим была в делах, я как будто бы была в группе, ну, еще с первыми людьми, которые приезжают. Ну, вроде как будто в стороне, я наблюдаю, что это происходит, но как будто не со мной. Вот первый перформанс со мной случился, когда... Перформанс? Да, я не знаю, как по-другому назвать, это когда мы поехали с тобой в баню, вот, маленькой группкой. Это что-то было со мной такое, еду, думаю, баня, так жарко, какая баня, куда я еду? Я только себе говорила о том, что я просто, я хочу нового, 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 все равно что, дайте новое, вот так вот. И, значит, первый заход в баню вышел, такая, думаю, что-то не прет, я не знаю, как сказать другими словами, не понимаю, да, что делать, я не могу расслабиться, да, я не могу. Не, хотя я очень люблю Зеленограду, ну, в Москве в баню, очень люблю, да, но там что-то не получалось. Вот только после второго выхода я нырнул в воссейн, и тут меня пробрало, я не знаю, я вот очень, ну, в небольшом количестве людей сказал об этом, у меня потекли слезы. Просто я стою, я смотрю на звездное небо, и мне прямо захотелось рыдать, я уткнула, ну, на бортик, и я просто, просто они текли. И я не понимала причину, я не могла понять, что происходит, и я просто позволила им течь. И это было какое-то очищение, какое-то, я не знаю, мне кажется, я проснулась вот тогда, вот, и я оказалась со всеми. Я вот, совершенно по-другому, вот эти дни в Будде, они были, они были другими совершенно, не то, что вот сейчас, где мы находимся, это два очень разных полюса для меня. И то, что было там, это как сказка, как будто не со мной, как будто это было очень давно уже, какое-то волшебство, не знаю, я выезжала каждый раз, вот там, садопады, где мы там еще были, вот с этих мест, мне хотелось, чтобы день не заканчивался, все уже спят давно, мне кажется, я самый последний, я там, Дима, вот еще сидели, смотрели, непонятно, и мне казалось, что невозможно было заснуть, потому что уже через 4 часа вставать на практику, а я не могу спать, мне, дайте мне еще, еще, еще. После водопадов я села в машину, мне вообще хотелось делать там колесо, там, не знаю, бегать, ну, голый, не знаю, по всему, что вот какой-то взряд вон выходящий, что-то, прям, столько энергии было. В общем, я в таком восторге нереальном. Вот, а здесь уже по-другому, здесь, здесь как будто, значит, чувствую, вот ближе к Москве уже, и вот страшно, потому что чего-то начинает старенькое, как будто тянуть назад. Мне очень понравилось, с твоим наблюдением, мне не хочется мяса, вот мы сегодня сидели, обедали с девчонками, кто-то взял там цыпленка, и я смотрю, Ну-ка, ну-ка, скажи, так, с этого момента поподробнее. Я смотрю, мне совершенно, я поймалась на мысли, я не хочу, вообще не хочу, и Дарина, кстати, она до сих пор не ест мяса. Да, и по поводу практик, в 6 часов вставать, что-то с чем-то, я очень хочу, чтобы у меня в Москве получалось то же самое, И я вот пропустила два дня, предпоследние два дня практики, ну, ногу вывихнула, не могла, вот. И что я заметила, что день короче, хочется спать днем, какая-то слабость, что-то вообще, я чувствую, меня уже потянуло на что-то плохое, что-то обратное. А сегодня встала, сегодня прошла практика, все, совершенно другое состояние и настроение. Вот, еще хочу сказать... Я это называю вдарим, тапосом, потамосом. Кто ничего не понял, надо. Да все-все поняли. Хочу немножко, ну, не знаю, поделиться либо секретом, либо советом, не знаю, как только вас примет. Я все время себе говорю, что по поводу тех ситуаций, когда у нас кто-то опаздывал, там, либо автобус куда-то заезжал не туда, либо мы там где-то, на водопадах кто-то куда-то уходил, ну, различные ситуации были. Я все время сама себе говорю, если что-то такое случается, или вообще что-либо с нами случается, если мы не знаем ответ на этот вопрос сейчас, зачем нам это дано, нужно просто набраться терпения и подождать. Ответы придут в любом случае, нам не просто так, это дается. Рано или поздно мы получим на них полноценные, открытые ответы. Я хочу, чтобы это, может быть, как-то кому-то пригодилось, где-то об этом вспоминали, просто с терпением принимали. Причем тебе ответы? Мне всегда приходят, всегда. Мне это очень сильно помогает. Просто нужно время. Это может быть не сразу, это может быть через год, через два, это может быть на утро, на следующее. Это точно будет, это 100% будет. Ребята, спасибо вам огромное. Я знаю, что вас здесь не случайно, каждый приехал с разными целями. Простите, что я очень много говорю. Вы, каждый из вас, звено вот этой цепи, которую мы здесь создали, вы каждый, без вас бы не было бы этого. Каждый нес огромную лепту. Каждый из вас очень значим для нас, для всех. Правда, это от всего сердца. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Вам, ребятушки.